Здравствуйте! Это Ирина Хакамада и мой подкаст «Челософия». Современный мир наполнен знаниями, которые говорят о том, что весь внешний мир является иллюзией. Мы видим его настолько субъективно, что если нам поменять наши глаза, устройство наших ушей и так далее, то мир окажется совсем другим. И многие любящие буддизм и всяческие ментальные путешествия, все пытаются заглянуть туда, в тот мир, который на самом деле является объективным. Это большая жажда. Жажда отделаться от иллюзии и заглянуть хотя бы одним глазком, что существует вне наших иллюзий, и что намного больше и круче. Это один тип людей. А есть другие люди, которые могут даже много путешествовать, но их мир все равно мир их маленького, субъективного, гордого ума. И они не задумываются о том, что внешний мир – иллюзия, и не пытаются найти что-то другое. Они считают то, что они знают, и то, что является их опытом, является реальным миром и не является иллюзией. И вот тогда начинается проблема. Сейчас на меня все набросятся. Как так вообще? То есть практичный, прагматичный человек, он весь в проблемах, потому что видит мир таким, как он есть. Я говорю не о том, как он видит мир. Он видит мир в своем коридоре, а таким, каким он видит себя. И что делают такие люди? Свои знания, которые они получают из опыта, они превращают в иллюзию объективности. Пример. Я знаю одного человека, например, его спрашивают, а нужно ПЦР сдавать перед куда-то улетая или откуда-то вылетая. И он уверенно говорит, категорично причем. Он говорит, нет. Или я спрашиваю другого, а вот все-таки какое количество нужно антител, чтобы не нужно было делать прививку. Антитела не работают. Никакие. Ты уверен? Да, я знаю. На самом деле, когда начинаешь копать, а что ты знаешь, то оказывается человек ничего не знает, он где-то что-то случайно в интернете поймал. А другой человек говорит, да, ПЦР не надо сдавать, мне так кажется, после этого он добавляет, потому что в интернете я ничего не нашел. Ребята, так можно вляпаться по полной программе, когда свой субъективный опыт ты выдаешь за объективную реальность. Ты должен сто раз себя спросить, ты уверен в этом, потому что интернета недостаточно. И проверить по другим каналам, и тогда ты себя обезопасишь. Просто на всякий случай. То есть, в чем философия этого вопроса? Философия двойственная. С одной стороны, не надо так надеяться на внешний мир. Потому что все, что он выдает, это не руководство к вашей жизни. Нужно к нему относиться более-менее критично, спокойно и понимать, что если ты не сождашь свою личность, которая, с одной стороны, адекватна этому миру, а с другой стороны, пытается понять больше, чем видит. То есть, понимает, что это часть иллюзии, а хочет узнать мир побольше и пошире. Такой человек получает простор для развития. И, кстати, в практической жизни очень аккуратен. Вот всякие мелочи, вплоть до того, надо сдавать ПЦР, не надо сдавать ПЦР. Он сто раз проверит, прежде чем сказать категорично, да или нет. И наоборот, есть люди, которые широко на мир не смотрят, не считают его, тот мир, который перед их глазами, иллюзией. То есть, такие материальные, прагматичные. Но зато свои знания, абсолютно иллюзорные, выдают за объективный мир. Вот такой перевертыш. Поэтому главный вывод следующий. Чем шире ты смотришь на мир и пытаешься разобраться, насколько он субъективен или объективен, то есть, ты начинаешь философствовать, челософствовать, да, тем на самом деле полезнее будет объективное отношение к своим знаниям. То есть, ты понимаешь, что оно не всегда корректное, поэтому лучше сто раз припроверить, прежде чем категорично принимать решение или кому-то давать совет. Чем шире смотрим на мир, тем ответственнее относимся к своим поступкам и своим словам. Ну и все. Продолжение следует...